Бывший муж, бывшая жена, бывшие дети. О последнем в подобной формулировке говорить не принято, но в реальной жизни часто происходит именно так. В преддверии Дня защиты детей судебные приставы провели рейд по адресам должников, уклоняющихся от уплаты алиментов. Общий долг нерадивых мам и пап, проживающих в регионе, более 1 миллиарда рублей. Этот мужчина не платит алименты в полной мере с 2010 года. Своему ребенку он должен более 820 тысяч рублей. Обещал, кстати, прийти к приставам, но упал и поранил голову. Остался дома. Можно проверить имущественное положение ваше? Проверить имущественное положение ваше? Я вас пустить не могу, потому что я не хозяин от квартиры. А кто хозяин? Жена у меня, тесть. Ну вы здесь проживаете? Но алименты не платите, правильно? Ну а почему алименты не платите? Я за них отрабатываю. Что вы отрабатываете? Административное наказание? Помимо этого надо алименты платить. Не в курсе. С документами на выход. Проехать в управление все равно придется. С должника возьмут объяснение, а впоследствии возбудят уголовное дело. В этой квартире никого нет. Соседи говорят, хозяева уехали на дачу. Проживает здесь молодая женщина с двумя детьми. А вот старшую ее дочь воспитывает бабушка. Алиментов на содержание внучки она не получает. Соседи жалуются, что и с коммунальными платежами у должницы аналогичная история. Здравствуйте, приставь. Дверь откройте, пожалуйста, к соседям. Спасибо большое. Дмитрий должен своей дочери почти 850 тысяч рублей. Он не работает и живет вот в такой комнате, больше напоминающей помойку. Арестовать здесь нечего. Несмотря на это, есть в Дмитрии предпринимательская, жилка. Одну комнату в своей квартире он сдает. Вот вы сдаете комнату, вы получаете доход, правильно? Нет. Что значит нет? Нет, это мои родственники. Это не родственники. Вам представились как соседи. Я уже приезжала к вам. Я знаю, что она у вас снимает комнату. Мужчина не предпринимает никаких мер по погашению задолженности. Ранее он уже трижды привлекался к уголовной ответственности. Законом статьи 157 часть 1 уголовного кодуса утверждено, что за неуплату алиментов два и более месяца мы должны привлекать данных должников к уголовной ответственности. Что и было сделано. Данный должник был привлечен уже к уголовной ответственности и опять не платит два месяца. В связи с чем сейчас мы собираем повторный материал на привлечение к уголовной ответственности. С каждым новым уголовным делом наказание становится жестче. И если первоначально суд может назначить исправительные работы, то следующая ступень, как правило, это уже колония, поселение. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.